С будущего года в России изменится алгоритм поиска должников, который применяет Федеральная служба судебных приставов. Как известно, сейчас недоимщиков ищут по фамилии, имени, отчеству, а также по дате рождения. Однако нередко такая система дает сбой. Андрей Новиков уже около пяти лет числится в базе данных, как злостный неплательщик налогов. В результате то с карты в пользу государства списывает ста или иная сумма, то блокируется банковский счет. В итоге ему по неволе пришлось перейти на наличку. Я теперь сейчас, когда мне приходят какие-то деньги на счета, я сразу их снимаю, кладу в копилку так называемую и трачу их оттуда, потому что есть риск каждый день у меня о том, что у меня будут просто списывать и блокировать счета. Вся проблема в том, что на самом деле долги перед государством имеет другой Андрей Новиков с таким же отчеством и даже датой рождения, но живущий в Москве. Однако в недоимщике компьютер по ошибке записал именно тверичанина. Письма с приложенными паспортными данными и звонки столичным приставам остались без результата. Такие случаи нередкость отмечают в областном управлении Федеральной службы судебных приставов. Но с будущего года ситуация должна измениться. С 1 января 2021 года в исполнительном документе будут указываться такие данные, как ННН и СНИЛС. И в последующем таких ошибок будет как можно меньше. Андрей Новиков тем временем решил обратиться за помощью уже к тверским приставам. Может хотя бы у земляков получится сделать то, что почему-то никак не выходит у их столичных коллег.